Между тем, о влиянии латиницы на развитие государственного языка говорили за круглым столом в Алматы представители этнокультурных центров. По их мнению, новый казахский алфавит – это требование современной технологической среды. Многие государства, перешедшие на латиницу гармонично влились в общемировое пространство, Казахстану это поможет стать активным участником глобальных экономических процессов. Это привлечет в страну зарубежные компании для ведения бизнеса иностранцам легче изучать казахский язык на латинице. Также это благоприятно скажется и на развитие отечественного туризма, говорят участники встречи. Азербайджане в 1994 году сдали указ, с 1994 года перешли на латиницу. Были, наверное, определенные трудности, но сегодня трудностей этих нет, они все безболезненно прошли. Думаю, что Казахстан также безболезненно это пройдет. Корея тоже, когда планировала войти в высокоразвитые страны, она сегодня уходит в десятку высокоразвитых стран, они тоже сразу стали разрабатывать программу латинизации. Китай с 50-х годов имеет программу латинизации китайского языка. В Японии с 1987 года латинизация японского языка. То есть мы идем в мировом тренде развития языка и вообще, так сказать, духовной жизни общества. Продолжение следует...